И всем привет, ребят, с моим Старбаник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному основному аккаунту. И сегодня это будет обзорчик на новую обновленную пушку, а именно на пушку Гаусс. Сегодня мы сыграем вместе с вами на такой комбинации, как Диктатор Гаусс, Дроном, Ловкач и Бустер. Я думаю, что по ходу катки, если это будет один бой, то мы его поменяем. Если вдруг это будет досрочка, то мы сыграем еще один бой. Мне бы хотелось очень сильно рассмотреть эту комбинацию, так как Гаусс стал более интересный в сплэш-уроне, в сводках и просто в обычных выстрелах. Плюс, как эта комбинация себя покажет с новым Диктатором, будет интересно посмотреть. При том раскладе, что я еще до сих пор не играл на этой комбинации. Поэтому отправляемся вместе с вами в бой. По устройству на Гаусс мы сегодня берем Эмми. По устройству на корпус на Диктатор возьмем, давайте, иммунитет от Эмми. Дефолтная раскладка. Посмотрим, что из этого выйдет и что из этого получится у нас. По режиму я бы очень сильно хотел бы посмотреть эту комбинацию в осаде. Поэтому давайте попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Также эта комбинация очень хорошо работает с Кризисом. За счет того, что вы на Гауссе сводитесь и в тот тайминг, когда у вас уже почти есть полная сводка, вы нажимаете ДДшку. Дальше переключаясь на ДДшку и играете с этим дроном с прожатием одной расходки, как грамотная вещь. Но, в связи с тем, что этого дрона у многих нету и плюс это является донатный дрон, соответственно мы его сегодня использовать не будем. Будем использовать ловкача, будем использовать бустерочка. Но если сравнивать ловкача и бустера, то я все равно бы свое предпочтение отдавал бы ловкачу. И даже на такой комбинации, я считаю, что даже в тех режимах, как осада, как ТДН, можно за счет большей скорости где-то чуть больше грамотно реализовать эту замечательную комбинацию. Но мы рассмотрим два дрона, потому что есть многие ребята, которые играют у нас и на бустере. Куда нас закинет, интересно, сейчас будет увидеть. Надеюсь, что на какую-то большую карту, где будет большое количество противников. Дабы мы могли нанести как можно больше урона и заодно рассмотреть чуть получше. Но нас закидывает, к сожалению, на маленькую карту. И это карта Перекресток 6 на 6. Есть у противника сразу же резистики от Гаусса и есть иммунитеты от этой замечательной пушки. Но посмотрим, посмотрим. Я считаю, что это не приговор. И если вдруг... А, нет, иммунитетов вообще нет. Вообще нет ни одного иммунитета. Отлично. Если бы вдруг были иммунитеты, то я мог бы переодеться на другое устройство и уже с ним попробовать реализовать. Плюс здесь я смотрю, что наш Соклановец играет тоже в каточке. Но главная задача наша, конечно, сводки. И надежда на то, что эти сводки будут приносить хороший урончик и баблишку в целом. Пока что у нас была возможность захвата первой точки, но, к сожалению, не реализовалось. Так, что у нас против по устройствам? Сплэш урон супер сильный стал у этого Гаусса. Супер сильный. И пушка Гаусс, это вот, наверное, одна из немногих пушек, которая уже на протяжении долгого времени находится в хорошем среднем балансе. Вот примерно как Вулкан. Правда, Вулкан сейчас уже супер имбовый. А вот до этого он был в таком тоже хорошем среднем балансе. Так, у нас два против пробития и одно оглушение. Соответственно, мы давайте возьмем иммунитет от пробития, дабы нас противник не пробивал. Ну и, конечно же, будем стараться нашу точку захватывать. Пока что с Лавкачом. Давайте полбоя и потом полбоя уже переключимся на дрон-бустер. В принципе, здесь бустер, я думаю, что тоже можно неплохо реализовать. Карта небольшая. Подъехать особо не сложно. Что касаемо сводки, да, стоит ли постоянно сводиться, стоит ли стрелять одиночными выстрелами. Я считаю, что если у вас есть Гаусс с Эмми, либо есть Гаусс с пробитием, то лучше всего сначала давать сводку и потом уже после сводки наносить дополнительный урон. Это более грамотно, это более выгодно. Поэтому сначала сводимся, потом добиваем. Можно, конечно, если у вас есть овердрайв, вернее, даже нужно, когда у вас есть овердрайв, акцентировать внимание на обычный выстрел. То есть стрелять просто вот так вот нажатием обычным по клавише. Но когда у вас нету никаких критов, то сначала сводочка, потом сразу резко добавочка в виде контентового обычного выстрела. Поэтому как-то так. Противник пытается точку захватить, но шансов, я думаю, что у него немного. Отличную сводку буцкаем. Добавляем сразу обычный выстрел раз, добавляем выстрел два. Точка в нейтралочку уходит. Поэтому если бы здесь было бы больше противников, мы бы всем этим противникам за счет хорошей, качественной сводочки давали бы большое количество урона. Так, давайте сейчас попробуем еще в тайминг поражать овердрайв. Например, вот примерно так. Поражимаем. Сколько у нас урона с одного выстрела? Две шестьсот. Неплохо. Неплохо. Добавка. Тысяча триста. Отлично. Хороший урон. Хороший урон. Понятное дело, что если сравнить со страйкером, то у страйкера урона будет побольше. Но не всю жизнь играть на одном только страйкере. Поэтому можно и использовать эту замечательную пушку. При том, что я знаю, что большое количество игроков в нашей игре любят эту пушку. И я в том числе. Любитель раньше был поиграть на гауссик. И сейчас, конечно, использую его намного-намного меньше. Но такой гаусс смотрится интереснее. Смотрится как минимум интереснее. За счет того, что вы даете полный урон на сводку всем противникам, которые находятся в одном радиусе с вами. И если смотреть с точки зрения перезарядки, то я бы тоже не сказал, что она долгая у гаусса. То есть вы делаете сводку и потом довольно-таки быстро сразу же добавляете второй выстрел. Сводочка. Перезарядочка проходит. И добавочку сразу даете. Конечно, когда есть у противника иммунитеты от эми, то здесь уже нужно сразу же переодеваться либо на пробитие, либо на адреналин. Я считаю, что даже если у вас нету донатных устройств на гаусс, то даже с адреналином можно очень неплохо, комфортно поиграть. И быть, что самое не на есть важное, полезным на этой пушке и на комбинации в целом. Поэтому, если у вас нету каких-то донатных устройств, ни эми, ни пробития, спокойно берете адреналин и наваливаете на нем. Я считаю, что это будет все так же эффективно и качественно работать. Ну, эми, конечно, это прям верх. Верх нагибчика и верх полезности. 8.45 у нас остается до конца. У нас 400 очков. Для осады неплохое количество уже. В осаде, ну, по большей части не нужно делать только на свои личные очки. Но и очень многое зависит от командных ваших действий, да, и то, чем вы занимаетесь. Главное, это, конечно же, акцент на захват точку. И даже если где-то в моменте вы не будете зарабатывать большое количество очков и кого-то там добивать, убивать, вы будете максимально полезны команде, что является самым важным фактором в этом режиме. И сейчас мы ведем 4.0, соответственно, у нас все получается как надо. Да и еще и потихонечку, потихонечку начинаем буткать какие-то келочечки. 1600 со сводочки. Это 3.200 с ДДшечкой. Хороший, хороший урон, хороший. Не сказать, что жесткий, но хороший. Хороший. Ну, и если нет эмундочки, то еще и отключение расходки, возможность тиммейтами сразу добивать противников. И контролинг залетает. 7.5 минут, 4.0 ведем. Может быть, даже получится сделать досрочеку в этой катке. И нам бы было бы неплохо уже попробовать переодеться на бустерочечка и посмотреть, насколько больше урон у нас будет с ним. То есть, если сейчас со сводки у меня максимальный урон 3.200, либо 1600 по ДАшному танку, то посмотрим, сколько мы урона сможем нанести за счет бустера. Насколько много он дает плюс урончика. Сейчас будет все это дело видно. Давайте даем сведочку и смотрим. Хоп, 3680. То есть, на 480 урона за счет бустера у вас больше нанос по противнику. Отлично, да, играет сейчас Крусейдер. Ой, Крусейдер, говорю, Паладин пушит меня, пока наши тиммейты захватывают точку. Это очень круто. Всегда бы так противник играл. Цены бы ему не было. Так, ну я что-то ДДшку с респа нажал. Забыл, что я на бустера переоделся. Немножко неграмотно. Но так в целом неплохо. Ну и если вот сравнить, да, то есть, Гаус с бустером, Гаус с ловкачом. Если это осада, я все равно дал бы предпочтение Гаусу с ловкачом. Я считаю, что скорость в моменте дает вам намного больше, чем 480 дополнительного урона. При том, что вы и так можете ваншотнуть средний танк, если он без ДДшки, то смысла как такового, супер большого, как по мне, нету. Да, то есть, нету такой прям нереальной необходимости в том, чтобы использовать бустер ради вот этого 400 дополнительного урона. Я считаю, что лучше иметь скорость и за счет этой скорости дополнительно наваливать и быстрее достигать цели. А с точки зрения осады, с респа доехать до точки, когда противник ее пытается захватить в большом количестве моментов, это очень и очень важная составляющая и вещь, которая необходима. Так, прожимаем довольно грамотную аптечку, но, к сожалению, противник скручивает у нас точку. Резистов от Гауса в матчмейкинге, ну, не сказать, что много. Не сказать, что много, здесь нам, конечно, немножко не повезло. У нас было три даже противника с резистом. Ну, а так, если на постоянной основе играть на Гауссе, то зачастую бывает в боях вообще ноль резистов от этой пушки. А когда ноль резистов от этой пушки, она, ну, может очень неплохо навалять по урончику, по противничку. И есть еще один корпус, на котором мне тоже удалось немножечко поиграть, это хоппер, да, с хоппером Гауссом в осаде, в том же ЦП, да, либо даже ТДМочки можно тоже попробовать поиграть, пореализовать. Да даже можно сказать и в захвате флага каком-нибудь в регби попробовать, пореализовать. Я думаю, что тоже будет это все дело работать. Так, ну, у нас пока что есть проблемы с захватом последней точки. Меня сейчас, скорее всего, уничтожат. Противник у нас борется, борется до конца. Не хочет проигрывать у нас катку. Может быть, конечно, мы сейчас захватим ее. Но если не захватим, ничего, в принципе, страшного такого нету. Мы ведем 6-0, 4 минуты до конца. У противников шансов на победу мало. Соответственно, они просто работают на наши бабки. И мы на них, можно так сказать, чуть-чуть больше даже с этой каточки сможем подзаработать. Подзаработать. Так, еще добавочка. Появился у нас иммунитетик. Даже 2 иммунитета уже от Эмми у нас появилось. Можно было бы сразу же переодеться на пробитие. Да, давайте мы это и сделаем, пока мы точку не захватили. Заодно посмотрим, что у нас с гауссом на пробитие. Перезарядка такая же самая со сводкой. Либо чуть дольше, либо чуть меньше. Если точно такая же самая, то вы вообще можете на постоянной основе просто менять эти 2 замечательных устройства. И ни в чем себе не отказывать. Сводочку даем. Не даем. Давайте по этому молодому человеку. Офигеть. Они все откатываются так, чтобы я не мог свистеть. Офигеть. Не-не-не-не. Еще и хантероверку прожимает. Офигеть. Мы еще и точку профукали. Ну, ничего страшного. То есть, один. Ничего плохого там нет. У меня есть овердрайв. Сейчас попробуем под захват, если это будет центральная точка, сразу забрать. Точка появилась. Но ее нет. Что за прикол? А, все, понял. Это был сразу байт на то, что будет следующая точка А. Но она не показывалась. Интересно. Я такого еще не видел в нашей игре. Так. После пробития сразу пытаемся додамажить. Единственная разница между Эмми и пробитием, да, то есть, пробитие менее эффективно за счет того, что вы наносите статус эффект, и в любой момент противник может нажать аптечку и этот статус эффект снять. С Эмми это не работает. То есть, на протяжении 5, вроде как, секунд, пока работает у нас Эмми, у вас нету, просто нету возможности ничего сделать. Даже расходку никакую прожать. А пробитие, хоп, взяли аптеку, прожали и все сбили. Поэтому здесь, конечно, есть дополнительное преимущество у статус эффекта с Эмми накладкой. Но, как альтернативный вариант, я считаю, что очень хорошо работает и может быть суперэффективным. Менее, конечно, эффективным, чем Эмми, но все равно это намного лучше, чем бить по иммунитетику, который вас будет контролировать. Так, попробуем, давайте, слить вот этого молодого человека. Он сейчас что-то как-то в наглую точку у нас контролирует. Заодно еще это воздвинуть. Надо бы еще овердрайв было бы прожать уже пораньше, чтобы у нас еще один овер был. Но, может быть, сейчас шанс у нас откроется на захват этой точки. Если я успею подъехать тиммейтам раздать дополнительно овердрайвик, то будет шикарно. Блин, с водочкой не залетела. Ой, хорошо, 3000 с обычного выстрела. Супер урончик, бам, добавочка и еще дополнительный урон. Хорошо, сливаем этого молодого человека. Наносим дополнительно по этому, но, к сожалению, его не уничтожаем. Одна минута до конца. До срочки, я так понимаю, что у нас уже в этом бою не будет. Попробуем сейчас еще сводочку контентовую дать. Хорошая сейчас залетит. Отлично. На полтору ндель по двум сразу. И можно еще подать вот по этому молодому человеку. Пробитие есть. И добавочка сразу есть тоже. Пробитие, кстати, сделали очень мало по времени. Еле-еле вы успеваете нанести еще раз его. Да, то есть, вот сейчас он уже, видите, такое моргающее, но я успеваю. То есть, один выстрел еще можно успеть дать. Раньше, если я не ошибаюсь, почти два выстрела можно было залепить. Сейчас этот тайминг пофиксили. Но хорошо, что пофиксили не до такой степени, что вы даже одного выстрела не можете дать. Если хотя бы один выстрел с пробития вы можете нанести, то это хорошо, эффективно может уже работать. Ну и нужно не забывать, что вы пока наносите статус эффект пробития, ваши тиммейты могут в этот тайминг нанести хорошее количество урона. То есть, не важно, что это вы не вы добьете. Вы-то свой урон уже вкинули. Ваша полезность уже есть в этом моменте. И плюс еще тиммейты помогут подсаппортить. В целом, в целом, что я могу сказать. Тысячу очков мы заработали на катке 6 на 6. Не против самого сильного противника. Но комбинация интересная. Дико Гаусс работает. Работает менее эффективнее, чем страйкер. Да, чем страйкер с дистанционкой. Не знаю, как страйкер с другими устройствами бы смотрелся. Но чем страйкер с дистанционкой точно. Но, как альтернативная пушка и как пушка, которая находится на протяжении долгого времени в хорошем среднем балансе, я считаю, что это очень хорошая, качественная комбинация, которая будет успешна. Ну, наверное, в любом режиме. Наверное, в любом режиме. Я просто даже не знаю, где это может не работать. Даже штурм за деф, за атаку с ловкащом, так тем более, будет суперэффективен и будет работать. Поэтому берите себе, как говорится, в видимость такую комбинацию. И, если вы любители этой замечательной пушки, можете спокойно ее использовать. Я считаю, что после обновления она стала лучше. За счет того, что у вас есть возможность нанести хороший сплэш урон со сводочки. С одиночных выстрелов, ну, такое-се, такое-се. А вот со сводочки прям очень плотно залетает. Прям очень качественно. Пишите, что вы думаете по поводу Гаусса после обновления и по дрону. Ловкащ я бы точно лучше использовал. Пишите. Будем читать, будем смотреть. Можете также написать, какую комбинацию, либо какое вооружение вы бы хотели посмотреть в следующем видеоролике. Быть может, вы предложите что-то интересное, что я подзабыл. Поэтому пишите обязательно, поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег это Tag Team P. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И если производите покупочки в магазине за донатик, покупая танкоины, покупая премочку, имеете возможность поучаствовать в розыгрыше. По поводу розыгрыша вся информация есть в описании. Поэтому если вам это интересно, переходите и читайте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.